Предлагаю начать с бокалов. А дело в том, что есть одна очень хорошая новость. На тот момент, когда вы смотрите это видео, это 14 число, воскресенье. Это день, когда у Рубины день рождения. Поэтому поздравлять её во все известные социальные сети. А вам известна только одна. Это Инстаграм. И вы можете в комментариях её поздравить. Это мой подарок ей. Попросите вас её поздравить. Седьмое на... Ой, это 14. 14 ноября. То, что я дату перепутал, в этом ничего такого удивительного нет. Как мы все знаем, Рубина из Деддома. И поэтому та дата, которая 14, это просто выбранная дата из всех возможных. Вымышленная дата. Они реально будут думать, что я из Деддома. Ну, будут думать о правде. Это нормально. За Деддом. За Даню Милохина. Всё. Закрыли тему с моим ДР. А то мне уже не ловко. Клэр Холт. Фиби Тонкин. И Ангус Маклайк. Автор сериала и продюсер Джонатан Ши. Осторожнее, болван! Это болван Зейн, мы уже знаем. Я слышу. Очень любят эти нагнетающие моторные всякие, устрашающие наезды. Вы помните, как в первый раз... А что его в первый раз? Он, кажется, тоже... Он был на лодке, а потом на мотоцикле. Потом тоже на мотоцикле. Подскатил Клео. Он заново начинает сезон со своих старых подкатов. Ничего. Вы говорите, рост персонажа. Начинаете орать про то, что он... Он... Мужчины не меняются. Женщины, послушайте меня. Я старый закостенелый. Мы остаёмся такими навсегда. Нет. Это я. Тебе понравилось? Скучала? И в воду. Это было его прощание. Он просто пришёл, скучала, сука, и в воду угробился. Чё он газон портит? Это я согласна. Зачем портить газон? Ну, зато ему дизлайк, конечно. Пишите комменты для дизлайка. У нас будет своя фишка, реально. Не волнуйся. Зейн думает, что мы стали нормальными. Но он знает, что мы были русалками. И он этого не забудет. Надо в его присутствии держаться подальше от воды, как и со всеми. Зейн не такой, как все. Если он хочет чего-то, он не отступает. Он как... Как кто? Как ты, например. Что он будет делать, если узнаешь? Ну, понимаешь, как ты. Вам пора, ну... Ты понимаешь? Снова сойтись. Ну, они такие намёки, они... Да нет, она просто... Мне кажется, Эмма была бы против, если бы они сошлись. Она та самая подружка, которая хейтит твоего бывшего. Ну, она... Мне кажется, она не за их воссоединение. Русалки, разве ему можно доверять? Эмма, я не собираюсь ему доверять. Мы расстались, помнишь? И тебе не тяжело его видеть? Мне тяжело. Если Клео смогла бросить Льюиса, то я и подавно смогу забыть Зейна. Ясно? Эта антенна принимает все радиосигналы. Я всё сделал сам. Даже барометр с термометром. Круто, да? Я слежу за погодой. Посмотри прогноз. Не пойдёт. Мне нужны более точные данные. А он, получается, демонстративно теперь общается с девочками? Нет, они все будут общаться. Кстати, это очень сложно, когда ты расстаёшься с кем-то, и тебе приходится общаться. С её подругами. Ну, и с ней. Я по неё. Не будет той драмы, когда нельзя, ты видишь, ты уходишь куда-то в другой, начинаются вот эти игры в догонялки. Я не помню этого. Вот эти взгляды, которые палевные. Я не помню, может, это будет. Вопрос. Зачем? Вы теперь можете контролировать погоду. Так? Так. И чтобы разобраться в происходящем, мне нужны более точные данные о погоде и положении планет. Какая глупость? Даже для тебя. Ладно, вам. Всё связано. Планеты, луна, океаны, ваши способности. Льюис показывает нам своё изобретение. Сразу стало вот это вот неловко. Мы говорили о погоде. А, прикинь, а реально говорили о погоде. Льюис уже уходит. Да, да, да. Издалека. Да. Правда? Это здорово? Ладно, всем до скорого. Ну, они морозятся. Чего ты мне сидишь объясняешь? Я говорю, я ей сказала, что я не помню этого. Какая реалистичная картина. Да. До скорого? Вот и я ему никто. Ты есть никто? Вы расстались? Нет. Вы не никто. Она права. Её запрос абсолютно права нет. Они друзья. Они друзья. Мы сразу же вернулись. Нельзя вот встречаться, а потом не встретить. Ну, блин, это нереально. Это нереально. После отношений типа, а мы друзья, как раньше. Так, так оно работает. Так не работает. По факту так вообще. У кого так работало? Должно пройти хоть какое-то время, чтобы это работало. Нет. Просто сразу, вот вчера вы, блин, пара, а сегодня вы друзья. Сегодня вы за пара, всё. Так не работает. Работает. Не работает. Работает. Ну, хорошо. Я правильно, Клео. Нам сейчас совсем не до парней. Так. Да. У неё просто ничего не получается, она девочкам навязывает. Нам сейчас девочки никаких парней. Коррегиру, коррегиру нужно строить. Да. Вот видите, я в кафешке. Я вся в трудах. И вы найдите работу. Нам со способностями своими нужны. Нам не нужны мальчики. Вы знаете, вот эта жёлтая штучка, хаб с юзбишками, у меня был точно такой же, только белый. Мы его купили на Алиэкспресс очень давно в Китае. Я зуб даю, это он. Простите, я просто столько техники вижу из своего детства. Саша на протяжении двух сезонов находит технику из своего детства. Плеер, магнитофон. Реально. Какая-то жёлтая штука, пакет. Это просто такое ощущение, что маленький музей техники детства. Молодец. Хороший мальчик, хороший мальчик, хороший. Поэтому сзади сказала, ух ты. Посмотри прогноз погоды. Люблю всё делать сам. Правда? Я тоже. А, у нас столько общего. Так. Тебе помочь? Да, да. Вот, подержи. Давай. Ой, блин. А вот сейчас прям Россия. Вот посмотрите, вот поле отмотайте на секунду назад, посмотрите. Это прям Россия. Где это Россия? Ну вот сейчас смотри, вот. Ну посмотри прям, посмотри, река Ака. Река Ака, да. Я тебе серьёзно говорю, река Ака или Волга. Вот кто рядом с Волгой живёт, точно скажет, что это она. Москва-река. Ты за собой панто... Я живу в Москве. Ну, тут, соответственно, Москва-река. Я других рек не вижу, так-то, если подумать. Мне так нравится, что здесь саундтреки. Да вообще стал... Мне очень. Сериал стал взрослым. Всё, он уже, он больше... Он не для девочек маленький, он уже для девочек подростков. Взрослых. Мне больше всего нравится во втором сезоне, что Эмма выглядит лучше. Мне так нравится на неё смотреть. Она немного похудела. Она не то, что... Ну, может, и похудела. Она просто реально милее стала. Не знаю, как это объяснить. Чувствуешь сейчас себя просто сплетницей какой-то. Им, ты похудела у нас. Ну, она, конечно... Да ты знаешь, как она похудела. Боже, как я хотела с тобой смотреть сплетницу. Ты знаешь, как она похудела. Сама к нему лезет. Да она ж не знает, что здесь Зейн. Это мы знаем. Там звук мотора. Почему это, мы знаем. Только Зейн издаёт звуки мотора. Девочки, услышите мотоцикл. Ну, мы-то как-то догадались. Там сплошные мотоциклисты. Сплошные Зейн. Это опасно выглядит. Я готов спорить, это Нейт. Он сраный Нейт. Он даже не снял маску. Ну, все это движение. Уже мерзко немножко. Гадость. Мерзость не навижу, Нейт. Чтоб он пусто себе сделал. Поиграл. Опять. Мне немного не хватило. Да, да. Подожди-ка. Решила присоединиться? Я просто проходила чьима Зейн. Рад снова тебя видеть. Как в новой школе? Скучно. Там всё строго. Они готовят лидеров будущего. Ух ты. Так рад я тебя. Зейн, мы едем наконец? Подожди. Теперь всё, наверное, изменилось. О чём ты? Теперь же ты в норме? Мне нравится быть обычной. Я тебе не верю. Что? Ты совсем не обычная. Ну и всё. Она должна была сейчас превратиться в русалку. от такой влаги. Лови. Освежись. А, хитрец, чертяга. Какой он хитрый. Ну, блин, ожидаемо. Эмма в этом смысле, она была права, что Зейн знает, и он захочет проверить. Это было ожидаемо абсолютно. Я просто обожаю этот сериал контрастов. Буквально в предыдущей сцене, когда Эмма заморозила кокосовую дорожку по которой прокатился брат Нейта. Вот прям реально просто апологет тупости. И вот сейчас редкостная находка. Я не могу, я теряюсь. Они как будто специально заигрывают со мной. Такой на тебе просто, скринжани. И вот... Скринжани? Да. Ты что? Не хочется. Ну, очевидно, что она русалка, все еще. И он это понял. Нам обоим нравиться яблочный сок? Да. Я читал, что он стимулирует научные способности. Тупая. Я, что он стимулирует творческие способности. Может, и то, и другое. Думаю, не стоит верить рекламе. Какой ты смешной. Такие смешные шутки. Яблочный сок. Какая ты токсичная. Да, я токсичная. Да, я токсичная. Что ты мне сделаешь? Ты ты закариваешь. И что ты мне сделаешь? Знаешь что? Я как-то читала исследование, в котором говорилось, что чем выше интеллект, тем лучше чувство юмора. Правда? Да. Ты это подтверждаешь. Привет. Два яблочных сока. Клио, что? Супер смух, блин. Ну, они очень громко говорят. Нарочито. Он тоже поддерживает эту игру. Такое. Ну да, спасибо. Мне так нравится твое чувство юмора. Да, да, Шарлотта. Я тоже люблю тебя. Шарлотта полненькая, да? Она милая. Да ты запарила. Нет, это сейчас не хейт был. Ну, это типа наоборот, типа, ну, она такая актельная. Ну, такая, ну, Маша. Ну, она больше. Мне кажется, что Шарлотта – это русская актриса, на самом деле. Да, кстати. Или украинка какая-нибудь, или белорусская. Нет, на лицо вообще, если абстрагироваться от её роли, она очень миленькая, правда. Да, и поэтому я ничего плохого… Я, по крайней мере, я не вижу ничего плохого в поведении. Потому что ничего плохого пока не произошло, может, поэтому. Как я устал от этих мономёков на то, что… У-у-у, нагнетаем. У-у-у, а потом, а потом в итоге, окажется, она просто, ну, ребёнка, шарик лопнула у ребёнка. Я думаю, ребёнка убила. Такой всего лишь. С кем не бывает, ребят. Ну, типа… Ребят, отпишите в комментах, у кого такое было. Не знаю, убила там, убила таракана. И мы такие, Шарлота, нет, ненавидим её теперь всю жизнь. Неужели? Да. Она весёлая, улыбчивая. Лёсу с ней хорошо. С чего ты это узел? Нафига ему это говорили? Блин, да ничего серьёзного. Эмма вообще сегодня, она такая… Сегодня всех подстрекает немножко. Чё, тебе как тебе, как тебе, Зейн? Без Зейна, а тебе без Сэрюиса, вот и мне без Байра, да плохо. Она выводит на разговор, она хочет, чтобы с ней пообщались. Ну, блин, это же очевидно. Ну, да, да. Конечно. Типа вот у меня. Ага. Друзья. Она постоянно до него дотрагивается, улыбается и дурацки хихикает. Очень по-дружески. Блин, ты так весь сезон делала. Надо разузнать о ней. Что? Клио и знает о нашей тайне, а она флиртует с ним. Вдруг он ей что-то расскажет. Клио, вопрос. Да, конечно. Как это, как это низко, блин, манипулировать тайной? Просто смешно, что у тебя точно такая же риторика, как у Клио. Ты буквально говоришь так же. На протяжении ты закапываешься, прям вот тут ты даже не трудишься слова заменить или местами их поменять. Ой, как она, надо за ней... Вы просто не знаете, сколько всего за кадром происходит. Я бы с удовольствием рассказал, если бы мы просто... Зато в прошлой серии ты сравнил меня не с Клио, а сравнил меня с Шарлоттой. Потому что ты рисуешь. Ты видела, какие рисунки ты нарисовала замечательно? Никто не написал комментарий про мои рисунки. Потому что все промотали такой. Ничего не знаем? Пора узнать. Блин, как они так носятся в самом... Ты летишь с такой скоростью, а там бедная рыбка. Сколько рыбок? Сколько на лобовое стекло налипает рыб задом? Как вороны. Реально, они очень низко плавают. Снимаюсь, что это сработает. Она не будет держаться. Нужно ее на что-нибудь укрепить. Но желательно не металлическое. Да, иначе металл будет влиять на показания. Знаешь, что... Давайте вдумаемся вообще в суть этого диалога. Нам нужно закрепить вот эту елду с приборами. Но только не на металлическую основу, что само по себе является надежным. А потому что оно будет влиять на показатели. Такое ощущение, что они просто разыгрывают какую-то сценку, чтобы друг с другом... Для Клива. Они знают, что Клива следит за ними. Сто процентов такое. Да, ведь она Клива не понимает. Показатели, железки какие-то. Надо знать это с человеком, который действительно разбирается в науке. Какой милость. Тебе было обидно. Это он про меня это? Я в науке ничего не разбираюсь. Пойдет домой читать, начнет. Ну вот это в стиле... Как он называется? Плотенков в законе? Нет. Песня-то, под которую все тренируются. Тайгер. Ааа, the eye of the tiger. Книжка за книжкой. Физика, химия такая. Да, да, да. И она уже в очках. Да, да, да. Два года прошло, и они сталкиваются с такой, и она... Осторожнее, это металл. Он может сбаврить показания. Опять они случайно встретились. Давай, прокатимся. Положить туда? Брось, ты что, меня боишься? Зейн, даже не надейся. Неужели? Ты нафиг не так считаешься? А что она туда пошла? Ну почему? Нафиг считается, да? Ну это реально смешно. Она там так и осталась. Он все катается. Да, она просто кругами ходила, пока он круг повернется. Что ты... Что ты... Я просто отыгрывал. А, да, отыгрывал. Я думала, тебе плохо. Глаза, ты хочешь меня вернуть? Нет, не хочу. Эх, эти паузы. Так почему ты здесь? Что ж, если ты этого хочешь, ладно. Чего этого? Ну этого. Ну ты поняла. Ну вот самого. Ну, ребят. Не будем дальше. Я смотрел статистику этого канала. Нас смотрят от 18 до 25 лет. Все отлично понимают, что он имел в виду. На ровном месте, блин. Слышишь меня? Слышишь, Зейн? Сюда, на помощь! Зейн, как ты? Я так и знал. Рики? Рики? Рики, раусь, я вообще не могу. Второй балл за находчивость, за этот пикап. Он уже не пикапил. Он же не пикапил. Кинематографа. Это прикольно. Ну, типа мы с Ворей, мы такие. Прекрасно. Да при чем здесь кинематограф? Сам по себе подход. Зейн, уверен себе. Это не честно. Почему не честно? А, знаете что? Ну, это было не с такими целями, но однажды Саша, блин, выколол себе глаз. По крайней мере, сделал вид под Новый год. Вот позвонил нам всем, нашей компании, и сказал, что он попал в аварию, и теперь он без глаза. Он прифотошопил себе кровь. Еще что, он же у нас мастер фотошопа по обложкам, вы наверное, это поняли. Приснал нам фотографию, на которой он без глаза, обмотанный, весь в какой-то больнице. Мы поверили. Мы такие уже, а-а-а, плачем, Сашка, наш циклоп теперь. И, короче. А потом я оказалась, что он за дверью стоит, и пришел, приперся такой, с Новым годом всех вас, девочки. Что самое смешное? Я рыдала, как девчонка. Думала, все, Сашка мрет. Я планировал это где-то три дня. Я специально рассчитал все маршрутки, все это. Маршрут. Я нашел ту небольшую аварию, которая случилась, откинул. Да, в ходке аварии. Я все подготовил, всю легенду. Я уехал специально на поезде, только не в том направлении, вернулся обратно. И сидел в комнате два дня, чтобы не палиться. Выжидал. А потом... Одна девочка, не будем без имен, она настолько распереживалась, что она в ванной сидела еще часа три. Вот так вот. Вот так вот. Это было жестко, но... Это жесть. Да ладно, это было жестко. Это сейчас это забавно. Тогда это не было забавно. А я, знаете, о чем подумала? Я же люблю додумывать себе и, короче, нагнетать. Я подумала, как в фильмах. Сначала бывает, что человек жив, а потом вот бывает, что от удара у него там что-то сместилось, и ночью печень разорвалась или селезенка лопнула. Я думаю, ну он сейчас умрет. Я думаю, все, Сашки на утро не будет. Я видела в фильмах. Да? Ты так думала? Да. Я говорила тебе. Я думала, что ты такая, о, он теперь без глаза. Мы теперь будем шутить. Мне сначала было... Мы теперь будем шутить шутки на стендапе, что он теперь Один и все такое. Один он скорее теперь. Ладно. Рики? Мне сок. Все хорошо? Как в баре такой, мне сок. Как в баре такой, мне сок. И покрепче. Такой вишневый, вишневый. Как обычно. Как обычно. Ты какая-то взвинчена. Нет, с чего бы это вдруг? Я знал, что ты здесь. Я пойду. Выслушай меня. Я пойду. Не, вы заметили, я пойду. Я пошла уже. Я уже иду. Вот я иду. Не, ну реально, она... Почему мы должны удивляться, что Зейн так уверен в себе? Она же все... Мы не удивляемся. Я понимаю, почему, потому что по Рике написано. Зейн, хочу вернуть наши отношения, но чтобы это сделал ты, а не я. Потому что не хочу выглядеть лохушкой. Чтобы ты верил лохом. Блин, классная бегущая строка. Это же классная штука, реально. Просто обмотаться, найти на Алиэкспресс бегущую строчку и вот так вот ходить. Типа, ну, и туда разные предложения. Паков, паков. Давайте стартап замутим. Есть здесь еще предприимчивые люди? Стартаперы. Потому что стендаперы есть. Заруби себя на носу. Нет. Подумай. А Зейн тоже молодец. А Зейн, он не сдается. Он такой, нет, ты подумай. Нет, ты. Причем он не давит. Он прям такой... Вот именно, что он не давит. Он такой, ты еще придешь ко мне. Молодец. Это не первое его... Нет, он не молодец в этом смысле. Парень всегда должен... Да ладно, все уже. Это уже не важно. На каком этапе, блин, стало не важно? Когда ты запуталась в своих желаниях? Просто когда вспомнила свою жизнь. Верите ему? На лиме тоже. Рейки с ума сошла? Остынь. Он ничего не знает. Ты хотела держаться подальше? Хотела. Хочу. Но не могу. Не волнуйся, все в прошлом. Хорошо. Ты этого хочешь? Именно. Слушай, с ней что-то не так. Не говори глупостей. Ты не веришь? Взгляни на это. Я нашла сайт ее старой школы. На нем нет ни малейшего упоминания о ней. Вот. Никакой Шарлотты Осворт. И что? Ни одной Шарлотты вообще. Ты уверена, что это та школа? Она сменила имя, потому что ее забулили. Был какой-то момент, в котором она опозорилась. Все. Она стала позором школы. Лио, это раньше инсты не было, она не могла прочекать по инсте все. И она, ну... Газеты. Типа, прикиньте, сайт... Ведь в газетах все пишут. Отдельно сайт школы, отдельно сайт горы. Блин, как инста упростила жизнь бывшим. Это просто потрясающе. Это серьезно. Нужно рассказать Лью Уйсу, пока она его не убила. Убила? То есть, пока она не узнала, что мы русалки. Да, точно. Ты права? Потрясающе. Они реально пришли на разборки. Тяжело переходить в новую школу. Она хотела сказать привет. Это было очень агрессивно. Блин, вы все начинаете говорить, что у Шарлотты сейчас появляется нехилый такой мотив. У Шарлотты появился нехилый мотив, когда она влюбилась в Льюиса. Давайте с этого начнем. Привет. Да, было тяжело. Но все были добры ко мне. Да, именно. Ведь люди вокруг тебя очень честные. Так ты любишь рисовать? Да. Я была лучшей ученицей. В старой школе. Еще я люблю лепить из глины. А рисунки даже... Какая она смешная. В твоей школе, наверное, тобой гордились. Твои фотографии наверняка висят на их интернет-сайте. Вообще-то обо мне там вряд ли остались записи. Почему это? Незадолго до моего ухода там возник пожар. Записи о всех учениках наверняка сгорели. Ох, как интересно. Пожарка-то... Ну, это реально жесткий диалог. Ну, ты прикинь, тебе подошли вот и прям душат тебя. Да, ты новенькая. Ты прям тебя... Причем ты знаешь, что это бывшая твоего друга. И она... Она же прям тебе не... Ты только пришел, ты ассимилируешься. Это первые твои шаги. Ты не уверен вообще ни в чем. Ну, когда ко мне так подходили, а ко мне так подходили. Мужчины. Патриархальные. Патриархальные. Которые занимали высшие ступени власти. Подходили ко мне и говорили, что ничего не получится. Уничтожил все записи? Неправдоподобно как-то. Почему же? О таком событии должно быть написано на сайте. И что? О нем написано на сайте. Через несколько дней начнутся работы по возведению нового крыла школы. Взамен того, что был уничтожен во время пожара. Ладно. Пожар был. Виновник пока не установлен. Но очаг возгорания находился в художественной мастерской. Клео, неужели ты думаешь, что... И вот Шарлотта. Да, ты Шарлотта, блин, подожгла школу. Ну, а что, похоже на правду Шарлотта тоже, на самом деле, русалка. Льюис? Привет. Как дела? В норме. Ты гуляешь с Шарлоттой? Ты чего не знаешь? Что они? Она миленькая. Ты знаешь, ты вообще, ты вообще знаешь, кто это такая? Вообще, на сайте старой школы было написано, что она шлюха, Льюис. И ее слитые фотографии. А потом школа сгорела. Ты чего? Ты чего? Слитые фотки. Все фотки сгорели, а ее фотки не сгорели. Вот. Вот, Льюис. В порядке? Да, все хорошо. Если что-то не так, можем поговорить? Все в порядке. Идите, веселитесь. Ладно. Какая классная серия. Настолько адекватное отношение, но он прям повел себя максимально правильно. Даже, ну, я не знаю, ну, ладно, хорошо, здесь игра актеров гениальная на самом деле. Мне очень понравилось. Ну, реально, он очень классно отыграл. Да, да. Такой, ну, без обид. Окей, типа, да. Идите, веселитесь. Как глупо. Вот мой шедевр. Что? Какой мусор? Что? Она занимается лепкой. Ах, да? Она так говорит, Эмма. Ты бы стала отправлять это на выставку. Клио, нет. Оставь их. Клио. Не знаю, как тебе, но, по-моему, она не уравновешена. Согласен, она еле держится. Что, в принципе, неудивительно. Иногда мне кажется, что она еле сдерживается. Ну, кто это еле сдерживается? Ванда. Мой новый погодный зонт. В прошлый раз ее просто сдуло ветром. Была неустойчива. То есть, она? Да. Из-за формы. Но потом Шарлота сделала для нее керамическую подставку. Что ты здесь делаешь? Просто гуляю. Это серия о том, как бывшие попадают в поле, где их могут заметить. Вот что я понял. Она настолько милая, настолько очевидно, что она, ну, палится, что все отлично понимают, что все понимают и пытаются... И она понимает, что все понимают. Это какой-то цирк. Видишь, все нормально. Теперь ты отстанешь? Да. Они просто друзья. Ничего такого не происходит. Ясно. Че это ежедневник? Это же Шарлотта. Забыла ежедневник. Она здесь сидела. Нет, Клео, так нельзя. Как? Я просто положу его за стойку. И я положу его за стойку. Я сама. Нет, будет лучше, если я... Ой, Клео, виновата. Эрджей? Встреча с Эрджей? Эрджей? Что такое Эрджей? Что за фотка? Что такое? Это... Как... Я бы показал, что эта фотография снята на фотоаппарат, который фотографирует будущее. И там Льюис целюется... Челюйся. Челюйся с Шарлотой. Опять пришла. Смотри, на красную свалочки собрала. Юбочку покороченное одела. Она живет там рядом. Ну, а что? Ты не поняла. Вот это ее дом. Она живет рядом с этим... Как эта штука называется? Эпподром, это там, где лошади. А эта штука называется... Эскадрон. Дрон-дон. Это Дрон-дон. Возле Дрон-дона она живет. Да она гуляет тут. Очень грациозно гулять. Ну, блин, Рикки, ты сама виновата. Подожди меня, я скоро. Еле сдерживаются. Я подумала, нам надо кое-что прояснить. Слушай, если ты пришла, чтобы сказать, что мы не можем быть вместе... Я скажу это за тебя. Мы не можем быть вместе. Такой ход. Элегантный ход. Пижон, блин. В чем же дело? Ладно, но обещай мне, что... Эй, сколько можно? Да ты запарил. Забудь. Мне пора. Нет, нет, Рикки, Рикки. По-моему, ты хочешь мне что-то сказать. Беги отсюда. Быстро. Куда бежать? Десять секунд. Уже все, время вышло. Че, не могут это контролировать? Не могут контролировать киноляп. Ненавижу, когда сериал нарушает свои собственные законы. Уже прошло четыре секунды. Куда бежать? Куда бежать? Это моя лодка, Нейт. Что ты делаешь? Остынь! Где она? Ну ладно, десять секунд могла успеть. Ладно, это я чуть разорался, распаниковался. Простите. Я знал, что ты здесь. Все в порядке? Все софутся на острове Мако. Видишь, он тоже сердечко нарисует. Да, что ты еще... Русалка, Зейн, я все еще русалка. Да, именно. Спасибо, что прикрыл меня. Не за что. Надо было сказать мне... Неужели? И что бы ты сказал? И что бы ты сделал? Слушай, прости за все, что я сделал. Теперь все по-другому. Ну же, Рики, верь мне. Мне наплевать на это. На все. Будем вместе. Я долгое время был единственным, кто верил в русалок. Я справлюсь. Хотелось бы поверить в это. Пососуши. Слушай внимательно. Я справлюсь. Теперь веришь? Что ты тут у меня? Ладно, ладно. Теперь да. Он на каждой странице. РДжей, РДжей, РДжей. Встреча на следующей неделе. Ладно. Может, РДжей ее парень. Но это же хорошо. О чем это ты? РДжей, это точно Льюис. Давайте попробуем разобраться в аббревиатуре. Что бы это могло значить? Может, это ее отец, брат. Люблю своего папочку. Тогда да, Шарлотта интересный персонаж. Льюис и Шарлотта просто друзья. Слушай, Клео, я знаю, что он тебе все еще нравится. Но надо остановиться. Конечно. Как только Льюис узнает о Берджее. Какой трэш. Сейчас будет какая-то хрень. Я хочу уйти, как эта темненькая девушка отсюда. Это так неловко. Это так стыдно. Почему я не могу тебе что-то рассказывать? Ай. Зачем? Ну, я нашла его. Он открылся. И там была фотография. Покажи ее Льюису. Что смешного? Здесь я. В драматическом кружке. Мы ставим Ромео и Джульетту. Эр-Джей. На фото мы на репетиции. Лад. Что-нибудь еще объяснить? Нет, этого достаточно. Она с собой таскает это приглашение до сих пор. Она прям ко всему готова. Нет, ну почему? Это пригласительное на ее спектакль. Почему оно не должно быть у нее? Оно прям вот прям... Ладно, я докапываюсь. Нет, ну Саш, ну это уже... Я докапываюсь, но все равно прям все так рядом. Все так... Нет, ну это реалистично на самом деле. Тупая, блин. Может, им уже следует поговорить? О чем? Ведь это Клио морозится. Она не может выйти на ди... Такие... Вот именно. Она не может выйти на диалог. Я про это и говорю, что ей нужно выйти на диалог и поговорить на чистоту сруйства. Поверь мне, как человеку с опытом, это не работает. Нельзя Льюису прийти и сказать, давай поговорим. Это не сработает. Она не будет с тобой разговаривать. Ну а что она тогда, блин, вот так все вот вытворяет? Ирония в том, что ты должен только наблюдать. Ты не должен вмешиваться в мысли Клио, в ее поведение. Она делает то, что она хочет. Так она растет. Это главная ошибка. Помогать Клио. Ей не надо помогать. Это Льюис не знал. Тим, открой дверь. О нет. Льюис не делал ошибки. Ты же Льюис. Что сегодня произошло? Льюис, забудь. Прошу. Нет, выслушай меня. Все, что ты наговорила о Шарлотте, я тут подумал, что может ты... Это только предположение. Ты немного... Ревнуешь? Мы с Шарлоттой друзья, Клио. Не как мы, мы лучшие друзья. Да, знаю. И если ты все-таки передумаешь, дай мне об этом знать. Льюис. Я просто хотела разузнать о ней побольше. Сблизившись с тобой, она может разузнать о нас. И все? Тебя заводят только в секрет? Да. Это все? Хорошо. Теперь все понятно. Увидимся. Ну, конечно. Я тебе говорю, бесполезно разговаривать. Это же так очевидно. Потому что... Это две разные парадигмы мира ощущения. Льюису нужна конкретика. Ему нужно понять, от чего отталкиваться. Клио – это же совершенный поток беспорядочного сознания, смешанного с космической флуктуацией. Там нет... Клио – это непонятное слово, которое я употребил здесь для того, чтобы показать, что и Клио непонятны, и ее мысли непонятны, и термины мои тоже должны быть непонятны. Обязательно, когда Саша умничает, скажите, что все вокруг тупые. Я не надеюсь, что вы тупые. В смысле? Ну, ты про меня. Нет, я не надеюсь на это, Рубин. Ты это точно знаешь. Ой, как мне все нравится. Но это, правда, потрясающе подобран психологический портрет. Он так классно гармонирует с своим антиподом. Но, реально, это же очень точное описание. Итак, мы будем встречаться при двух условиях. Первое – ты будешь хранить историю с русалками в секрете. Запростое второе. Мы не расскажем об этом Клио и Эми. Обещаешь? Опять. Серьезно? Опять. Ладно. Обещаю. Опять это музыка. Надо, надо, чтобы видеть вместе. Попрощаемся здесь. Синтезаторы. Ту-тун-тун-тун. Ты любишь ставить условия? Ладно. Ладно. Слушались. Ты знаешь, где меня найти? Захочешь встретиться? Звони. Идет. Идет. Блин, чувак по методичке идет. Я говорю, им кто-то слил инфу всем актерам, как надо действовать. Называется сценарий, извините. Но в любом случае, это реально грамотно. Обман ожиданий, напряжение, саспенс. Какой же... Да ты заколебала, а? Я в восторге. В полном восторге. Да и как будто Армения. Ну ладно. Горы, песок, мотоциклы. Дорога. Вгрязи все. Классная серия. Абсолютно потрясающая. Почти ни одной сюжетной дыры мне все понравилось. Я даже запотрилась немножко. Я так спать хотела перед началом съемки. Я такая, ааа, хочу спать. А теперь больше не хотим. А теперь не хочу спать. Теперь хочу смотреть еще серию, но уже не будем. Уже все еще. Уже, да, все. Уже, да, все.